Четыре спортивных зала, семь раздевалок, эллинг для хранения лодок. За последние годы в школе погребли на байдарках и каное имени Константина Костенко изменилось многое. И это позволило проводить масштабные соревнования. В прошлом году их было 11. Приезжали спортсмены со всего Сибирского федерального округа и ближнего зарубежья. Задача к 2024 году, при условии материальной базы, роста уровня наших спортсменов, тренерских кадров, чтобы создать на базе нашей с Дюшор региональный центр, межрегиональный центр подготовки грибцов. В школе обучают детей с 10 лет, а через 3-4 года ученики становятся призерами всероссийских соревнований. Сегодня на грибном канале тренируется 350 спортсменов. Двое – мастера спорта международного уровня, семеро – кандидаты в мастера спорта. Среди тех, кто стремится к званию КМС, и внучка Константина Костенко – Ксения. Она уверена – у школы большое будущее. А когда дети или юноши видят, что есть большие возможности, большой спортивный зал, то как-то тянется прям, тянутся сюда. В ходе проверки исполнения поручений президента сопредседатель рекштаба ОНФ в Алтайском крае Марина Ермоленко отметила, интерес молодежи к спорту растет, и во многом благодаря совместной работе государства и самих спортсменов. Мы узнали, что это спорткомплекс, в общем-то, мирового уровня. И город Барнаула, Алтайский край сегодня способен принимать уже мероприятия спортивные, международного даже уровня. Конечно, это результат очень слаженной работы всех заинтересованных органов, исполнительной власти, спортсменов непосредственных. Добавлю, за последние пять лет ДЮС США открыла свои филиалы в Бийске и Павловске. Так что в будущем спортсменов, выступающих на самом высоком уровне, в крае будет еще больше. Владислав Кириенко, Анатолий Фукс. Новости.